Привет! Технологии развиваются все быстрее и быстрее. Практически каждый день появляются новые изобретения, которые просто поражают наше воображение. Например, Холлус. Эта настольная голографическая платформа преобразует цифровой контент в 3D-голограммы. В будущем, возможно, фильмы и новости будут транслироваться вокруг нас, и мы будем просто сидеть в середине комнаты, а не смотреть на телевизор в углу. Канадский стартап H-Technology утверждает, что так и будет. Компания разработала настольное устройство с прозрачной пирамидой Холлус, которое представляет крошечный трехмерный цифровой мир, с которым вы можете взаимодействовать. Объявленный как 3D-голографический опыт, Холлус использует оптическую иллюзию под названием «Призрак Пеппера». Это старый трюк, в котором камера отражает скрытый объект таким образом, что вам кажется, будто он рядом с вами. Холлус сочетает эту технику с 3D-проекцией. Четыре изображения одного и того же объекта проецируются на стены из плексигласа, призму внутри коробки Холлус. И независимо от того, с какой стороны вы находитесь, изображения составляют единый 3D-объект даже при просмотре под разными углами. Это отличается от аналогичного голографического устройства, которое в 2013 году сошло с дистанции после неудачной кампании Kickstarter Холлхо пирамида воображения, сельское хозяйство США. Age Technology утверждает, что любой цифровой контент может быть подан в холлус из компьютера, планшета или смартфона и преобразован в 3D-голограммы как единое изображение. Вы можете взаимодействовать с изображением через отслеживание движения или какой-либо другой вид внешнего интерфейса, будь то традиционный геймпад или устройство ввода, такие как Microsoft Kinect, Leap Motion или датчика мозга гарнитуры Emotive. Настольная платформа предназначена для социального опыта в доме, когда члены семьи группируются вокруг системы, наблюдая и взаимодействуя друг с другом, а также с 3D-объектом. Ожидается также использование его в сфере бизнеса для проведения голографических презентаций и в сфере образования через более естественное визуальное взаимодействие с цифровым контентом и сложными 3D-изображениями. В компании H-Technology надеются увидеть большой прорыв от разработчиков, производящих Holus специфические игры и программное обеспечение. Компания организовала поддержку двух ведущих игровых систем, таких как Unity и Unreal, а также других технологий. Holus также включает в себя поддержку музыки, визуализатор Siri как виртуальный помощник, голографическую библиотеку символов, 4 порта USB для зарядки смартфонов, планшетов, Wi-Fi, Bluetooth и другое. Покупателям нужно заплатить не менее 850 долларов за Holus Home Edition и 950 долларов за Pro Edition. Шлем – одна из самых важных превентивных составляющих безопасной езды велосипедистов. Но, к сожалению, этот элемент зачастую игнорируется велоюзерами. Некоторые считают, что и без него вполне можно обойтись, но большинство пренебрегают шлемом по причине его громоздкости и неудобства хранения. Найти золотую середину и промотивировать велосипедистов, численность которых достаточно велика, особенно в больших городах, взялась британская компания Morphe, подарив велосипедистам складной шлем. С чего все начиналось? Джефф Вульф – основатель проекта. Пришел к необходимости создания складного шлема после того, как ощутил на себе все тяжбы аварии, в которые он попал, будучи без шлема. На протяжении двух лет, совместно с инженерами проектной группы therefo.com, он разрабатывал этот продукт с целью получить на выходе максимальную защиту и возможность удобного хранения. Еще одним подстегивающим фактором стали неутешительные данные исследований, проведенных среди лондонских велосипедистов. Картина оказалась следующей. 92% от общего числа опрошенных принципиально не пользуются шлемами. 84% ездят без шлемов, но считают это рискованным и опасным. 83% жителей не пользуются шлемами по причине их антиэргономичности. Учитывая все это, складной шлем Morphe изготовлен из материала, пригодного для переработки, с использованием уникального механизма складывания, благодаря которому толщина шлема в сложном состоянии составляет всего 5 сантиметров. Изделие полностью отвечает европейским требованиям безопасности, что свидетельствует о том, что его компактность никаким образом не влияет на безопасность езды велосипедиста. Вариаций на тему перспектив развития этого элемента велобизнеса достаточно много. Благодаря своей портативности, шлем Morphe может стать объектом вендинговой торговли, например, на тех же велопарковках. Более того, в перспективе, такой шлем может стать удобной и надежной защитой не только для велосипедистов, но и для скейтбордистов, хоккеистов и представителей других травмоопасных видов спорта. Стоимость шлема Morphe составляет примерно 79 долларов. Флик Флик – это небольшая круглая кнопка с липучкой для фиксации на различных поверхностях. На вид примитивное устройство, да и с аппаратной точки зрения гаджет не шибко сложен. Внутри скрывается плоская батарейка и простенькая плата с модулем Bluetooth Low Energy на борту. Тем не менее, этого добра достаточно для передачи сигнала о нажатии кнопки на смартфон пользователя. Ну а дальше в ход идет магия программного обеспечения. В зависимости от настроек ПО, мобильное устройство наберет телефонный номер, отправит экстренное смс с GPS-координатами, активирует ложный вызов, запустит таймер, сделает фотоснимок или выполнит любое другое действие из множества доступных. Отдельным пунктом идет интеграция с различными умными гаджетами. На одну кнопку можно повесить до трех различных действий. Флик распознает одиночное, двойное и длительное нажатие. При этом один экземпляр устройства способен взаимодействовать сразу с несколькими смартфонами. Максимальное расстояние между кнопкой и мобильным устройством составляет 50 метров. Заметим, что флик имеет защиту от влаги, так что гаджет можно размещать и вне помещений. А еще новинка крайне экономична. Заряда батарейки хватает на 60 тысяч нажатий. Желающие могут приобрести флик за 27 долларов, а комплект из шести кнопок стоит всего 99 долларов. Фонтус это бутылка, которая превращает воздух в воду. Если вам когда-либо приходилось быть в роли путешественника, то вы не понаслышке знаете, насколько необходима в дороге питьевая вода. Эта простая жидкость по своей значимости не уступает еде, и ее запасов пути должно быть достаточно. Имея в виду эту мысль, разработчик и изобретатель Кристоф Ретезар создал ряд специальных инновационных бутылок. Фонтус Эйро и Фонтус Райт. Эти уникальные приборы могут производить H2O, то есть воду, из обычного света и воздуха. Теперь любителям туризма станет гораздо легче. Можно забыть о тяжелых бутылках и канистрах с водой, которые, к тому же, занимают большое количество места. Эти изобретения предназначены как для велосипедных, так и для пеших прогулок. Как же это работает? Как всегда, все гениально и просто. Воздух подвергается охлаждению внутри бутылки под специальной крышкой. За счет охлаждения на особой поверхности бутылки из воздуха выпадает конденсат, а затем, пройдя несложный процесс фильтрации, он попадает в основной резервуар. Модель Фонтус Эйро имеет солнечную батарею, от которой, собственно, и работает. Фонтус Райт имеет другой принцип работы. Прибор крепится на раму велосипеда, и воздух автоматически собирается во время движения. Дополнительных источников энергии здесь не требуется. В нижней части резервуара находятся специальные капсулы, которые минерализируют воду, делая ее еще и полезной. То есть такая вода не является дистиллированной. Несомненно, это привлекательная особенность. Насколько популярным окажется это изобретение, покажет время. Однако многих любителей пеших и велосипедных путешествий оно уже сильно заинтересовало. Кристоф Ретезар выразил уверенность, что его бутылки найдут применение и в других сферах жизни. Ориентировочная стоимость Фонтус Эйро и Фонтус Райт 200 и 165 долларов соответственно. Представьте один пульт дистанционного управления для всех ваших устройств, свободный от всех этих кнопок, которые вы никогда не используете. Все команды это только вращение и касание. Дизайнерское бюро из Нидерландов представило свое видение пульта будущего. Концепт назвали Spin Remote, как эстетичное и эргономичное решение для всей домашней техники. Совершенно никаких кнопок, только лаконичный дизайн. Наша идея создать пульт дистанционного управления, который будет чем-то большим, чем просто способ управления повседневными устройствами. Мы хотим, чтобы пульт дистанционного управления стал объектом дизайна, который вы действительно захотите иметь в своем доме. В среднестатистическом доме сейчас имеется три пульта дистанционного управления со 120 кнопками в сумме, но на самом деле мы используем из них не более 10. Мы хотим доказать, что на пульте дистанционного управления может вовсе не быть кнопок, заявляет Матиз Вассен, один из организаторов проекта Spin Remote. Не имея вообще ни одной кнопки, Spin Remote совершенно не похож на то, что большинство из нас называют пульт дистанционного управления. Spin Remote имеет полированную поверхность, округлую форму, а на своем основании изменяющуюся по цвету светодиодную подсветку. Мы пришли к этой концепции некоторое время назад, но микросхемы и датчики, необходимые для работы этого устройства, только недавно стали доступными по цене, сообщают разработчики. В пульт встроены датчики движения и сенсорная панель, с помощью которой его можно запрограммировать на выполнение необходимых пользователю действий. Для усиления громкости на телевизоре необходимо, взяв устройство в руку, повернуть его направо, а для того, чтобы вернуть предыдущий канал, положить его на горизонтальную поверхность и повернуть налево. Это лишь некоторые способы использования Spin Remote. Пульт имеет мобильное приложение, с помощью которого можно настроить удобные жесты индивидуально под пользователя. Также Spin Remote умеет подключаться и синхронизироваться с существующим оборудованием в системе умного дома, которое имеет инфракрасные датчики. Пульт поддерживает Bluetooth и может взаимодействовать с интеллектуальными устройствами. Важной особенностью Spin Remote является то, что его не нужно направлять в сторону устройства, которым вы хотите управлять. Инфракрасные лучи распространяются во все стороны. Стоимость революционного пульта дистанционного управления составляет 80 евро. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Какие изобретения тебе понравились больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем. Лайк и подписка. Лучшая благодарность автору за работу.